Это новости на канале НСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Заслуживают поддержки. Губернатор Андрей Травников на встрече с журналистами попросил поддержать врачей. По его словам, из-за пандемии они работают в режиме сверхнапряжения и заслуживают поддержки. Остров под защиту. На учениях, прошедших на острове Кудряш, сотрудники МЧС отработали новую методику тушения огня. Теперь они смогут протянуть бронспойты даже через протоку. Книги в цифру. Продолжается оцифровка редких книг в областной научной библиотеке. Часть из них принадлежала представителям царского семейства. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Развитие инфраструктуры здравоохранения, нехватка вакцины, поддержка медиков и ситуация с поставкой овощей в магазины Новосибирской области. Эти и другие актуальные вопросы обсудил глава региона Андрей Травников на традиционной встрече с журналистами. Пандемия продолжается, но все же темпы ее распространения в Новосибирской области удается сдерживать. Тем не менее, ситуация очень серьезная. Под коронавирусных больных в регионе подготовлено более 6 тысяч коек. И это на фоне растущего спроса на вакцину. Об увеличении объемов ее поставок наше правительство в настоящее время ведет переговоры с Минздравом России. Наши медики работают уже полтора года в режиме, как я уже сказал, не просто повышенной готовности, а сверхнапряжения. Попросил бы их поддержать, потому что, ну понятно, в каждой большой отрасли, в каждом деле есть, наверное, и недостатки, особенно в период работы вот в таком аврале. Эти проблемы и недостатки обостряются и, наверное, конечно же, они бросаются в глаза. Но, тем не менее, мне кажется, в этот период наши медики заслуживают в том числе и поддержки. Андрей Травников заметил, что хоть и не в полном объеме, но плановая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, оказывается. Кроме этого, правительство Новосибирской области обеспечивает развитие регионального здравоохранения, укрепление его материально-технической базы в рамках ранее запланированных мероприятий и программ. Это касается программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ну, в частности, сегодня ведется стройка большой амбулатории с подстанцией скорой помощи в Верхтуле. Продолжается программа строительства ФАПов. Как мы вышли на темпы не менее 30 ФАПов ежегодно, так мы эту планку удержим. Продолжается программа создания сети центров амбулаторной онкологической помощи и в итоге через два года мы выйдем на количество 16 таких ЦАПов. До конца в этом году будет реализована программа по обеспечению доступности для жителей отдаленных районов Новосибирской области услуг гемодиализа. И список этот можно продолжить. Впрочем, не менее важны и темы далекие от медицины, к примеру, обеспечения региона овощами. Ведь в настоящее время с поставками отечественных моркови и картофеля наблюдаются перебои. Ситуация с овощами, которую мы наблюдаем, она все-таки сезонная и она выровняется к осени, к появлению нового урожая. Что касается наших действий, наших усилий, да, конечно же, предпринимаются и реализуются проекты и стимулирование со стороны области через нашу государственную программу развития овощеводства ведется. К примеру, два года назад с вводом новых теплиц регион полностью обеспечил себя овощами закрытого грунта. Такими как огурцы, помидоры, сладкий перец, зеленые культуры и тому подобное. А вот по картофелю, моркови и капусте мы свои потребности пока закрыть сами не можем. Но ряд проектов в этом направлении уже реализуются, отметил Андрей Травников. Так что результатов надо ждать в будущем. «Летай со мной» – так называется проект для детей с особенностями развития, который планируют реализовать в нашем городе. Благодаря ему мальчишки и девчонки не просто получат удовольствие от полета в аэротрубе, но и освоят навыки парашютного спорта. Впрочем, уже в самом начале авторы проекта именно в нашем городе столкнулись с серьезными трудностями. Подробности расскажет Василий Акимов. Аэротрубу многие воспринимают как некое развлечение, очередной аттракцион. Однако это далеко не так. Это устройство изначально было создано как тренажер для парашютистов. Кроме того, специалисты утверждают, что аэродинамическая труба – отличный способ реабилитации детей-инвалидов, рассказала приехавшая в наш город из Москвы руководитель федерального проекта «Летай со мной» Екатерина Иноземцева. Мы сочетаем в себе, знаете, и адаптивно-физические упражнения, и в то же время это психоэмоциональная составляющая аэротруба, мотивация у детей, и совершенно другое восприятие окружающего мира. Потому что, когда ты попадаешь в воздушный поток, ребенок себя совершенно по-другому ощущает. И раскрываются другие сенсорные возможности у ребенка. Реабилитация в аэротрубе уже активно используется в нескольких российских регионах. Вскоре она должна появиться и в нашем городе. Инициаторами выступили общественные организации, заручившиеся поддержкой ОНФ. Впрочем, уже в самом начале возникли определенные трудности. Выяснилось, что аэродинамических труб в нашем регионе всего несколько. Причем одна из них на прошлой неделе стала нерабочей из-за действий злоумышленников, устроивших настоящий погром в клубе открытым предпринимателями из Екатеринбурга. Забежали ребята в масках, с топорами, в перчатках и начали угрожать, все крушить, кричать, где мы вас предупреждали, где Владимир и так далее. Разбили весь комплекс, ну и после этого скрылись. В происшествии сейчас разбирается полиция. Конкуренты владельцев этой аэротрубы отрицают свою причастность, отмечая, что инцидент наносит серьезный ущерб, в том числе и их репутации. Как, впрочем, и самой идеей реабилитации детей по этой методике, говорят инициаторы проекта. Уже к осени владельцы аэродинамической трубы обещают восстановить ее работоспособность и в случае востребованности готовы проводить реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы сейчас уже ведем работы, то есть мы уже заказали стекла, к сожалению, это все не так быстро, потому что стекла каленые, спецзаказ, все это будет происходить до сентября, предположительно. Еще одна трудность в реализации проекта – поиск квалифицированных специалистов. В нашем городе есть инструкторы, которые уже совершали прыжки на парашюте с детьми-инвалидами, однако занятия в аэротрубе имеют свои особенности. На сегодняшний день в Федерации парашютного спорта числятся только спортсмены, которые защищают нашу Новосибирскую область на соревнованиях различного уровня. И на сегодняшний день в Федерации парашютного спорта Новосибирской области таких инструкторов по аэротрубным дисциплинам нет. Впрочем, пройти обучение – лишь вопрос времени, говорят специалисты. Кроме того, на реализацию проекта «Летай со мной» в Новосибирске потребуются определенные затраты. Это и аренда аэротрубы, и приобретение экипировки для детей. Организаторы рассчитывают на поддержку в виде региональных грантов. И надеются, что уже вскоре эта новая для нашего города методика реабилитации подарит надежду на выздоровление сотня мальчишек и девчонок с особенностями развития. Пожары в лесу и на крупном острове в акватории реки Аби оказались условными. Региональные подразделения МЧС с привлечением авиатехники Росгвардии провели ряд учений по ликвидации природных пожаров. Актуальность таких тренировок продиктована жаркими прогнозами синоптиков. Все подробности у нашего корреспондента. Пожароопасная обстановка в Новосибирской области накалилась до такой степени, что оперативные службы и ведомства начали готовиться к различным опасным ее проявлениям. МЧС и Рослесхоз участвовали в учениях Сибирского округа войск Национальной гвардии, на которых отрабатывались совместные действия по тушению условных природных пожаров и защите населенных пунктов от огня. Согласно легенде, в Колыванском районе в результате лесного пожара пламя перекинулось на сухую растительность и впоследствии перешло на расположенный неподалеку населенный пункт. Оперативные службы были переведены в режим чрезвычайной ситуации, организована работа межведомственного штаба. К месту условного происшествия направились оперативная группа и аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Новосибирской области, специалисты Рослесхоза, сотрудники Росгвардии совместно с администрацией муниципалитета. В ходе тренировки была задействована специализирована техника по тушению природных пожаров, в том числе авиация и беспилотники. Ми-8 Росгвардии с водосливным устройством совершил несколько сбросов воды на очаг возгорания. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и специалисты Рослесхоза помогали тушить огонь на земле. На острове Кудряш ситуация была иной. Пожарно-спасательные подразделения должны были протянуть рукава через протоку, отделяющую остров от берега. Так как моста нет, а проживают там порядка двух тысяч человек, то помощь с большой земли, оказанная вовремя, может дорого стоить. Целью данных опытных учений является отработка действий личного состава по прокладке через преграды, особенно водяные, магистральные линии для подачи уже непосредственно витучих веществ, для ликвидации особенно затяжных пожаров. С такой схемой организации пожаротушения объем подаваемой воды на один ствол можно увеличить до 15 литров в секунду при обычных трех с половиной литрах. Производительность только одной рукавной линии достигает 100 литров в секунду. Ранее мы доставляли личный состав пожарных подразделений на лодках. Здесь ставили мотопомпы, которые имели небольшой напор давлений. Сегодня мы применили именно новую схему прокладки рукавной линии. Мы проложили рукавную линию через водяное препятствие. Рукава мы применили диаметром 150 мм. Это очень большие рукава. К тому же, благодаря большой производительности рукавной линии подавать воду пожарные могут в любую точку острова. И сделать это по возможности максимально быстро. У нас есть много факторов, которые препятствуют этому. Это скорость течения, глубина протоки, другие атмосферные явления, которые могут нам препятствовать. Плюс это есть гражданское население, которое проезжает на этой протоке на лодках, нам также препятствует. Будем надеяться, что при тушении реальных пожаров, неусловных, таких факторов будет как можно меньше. Пока максимально жаркая погода только приходит в наш регион, оперативная обстановка остается спокойной. По данным, на утро 21 июля на территории Новосибирской области зафиксировано только три термические точки. В том числе одна в Венгерском районе, в 5-километровой зоне от населенного пункта. Но угроз для поселений нет. В памятнике бывают не только каменные, но и книжные. Это редкие издания, которым присваивается особый статус. Такие книги есть не только в столичных книгохранилищах, но и в нашей областной библиотеке. Старинные издания, принадлежащие царской семье и многие другие, сейчас проходят оцифровку. Что это за книги и как они оказались в Новосибирске, расскажет Елена Юрченко. Новосибирск по историческим меркам город молодой, но тем не менее у нас в книгохранилищах есть много старинных и ценных изданий. Например, тома, которые находятся в отделе редких и ценных книг областной научной библиотеки. Здесь хранится более 20 тысяч уникальных изданий. Оцифровка книжных памятников включена в национальный проект «Культура». На сегодняшний день уже оцифровано 110 книг. До сентября этого года должно быть переведено в цифру еще 48 книжных памятников. Это рукописи 18-19 столетий, книги из библиотеки Колывана Воскресенских заводов и даже изданий, принадлежавшие когда-то императорской семье. Мы отбираем самые интересные, самые необычные книги, оцифровываем их для последующего размещения на портале НЭП «Книжные памятники». Каждая книга, которая сейчас находится в работе, уникальна, но особое внимание привлекают книги «Великие книжные Татьяны» с произведениями поэта Константина Романовна, он же «Великий князь Константин Константинович», писавший под псевдонином К.Р. И издание на французском языке, посвященному искусству украшения и мобилировки дома. Определить, кому принадлежали эти книги, специалистам помогают экслибрисы и суперэкслибрисы. Это оригинальные знаки владельца, размещенные на разных частях переплета книги. Например, на царских экземплярах «Императорская корона». Например, вот еще одна книга из личной библиотеки «Книжны Татьяны», дочери Николая II, которая была вместе с ним расстреляна уже в 20-м столетии. Здесь «Суперэкслибрис Т.Н. Татьяна Николаевна». И сверху, как видите, тоже «Императорская корона». В Новосибирске эти книги оказались разными путями, и у каждой своя непростая история. Но в основном большинство этих книг было конфисковано во время революции. Сами члены императорской фамилии еще до революции в рамках благотворительности передавали эти книги в школы, приюты, в гимназии. И в последующем из этих гимназий и других учреждений книги были, может быть, по книгообмену переданы уже и в том числе к нам в Новосибирск. Есть здесь художественные книги, издания по геологии, по искусству, учебники по иностранному языку и книги по естествознанию с уникальными репродукциями, сделанными вручную. Все эти издания признаны книжными памятниками и поэтому бесценны. Но главное предназначение книги, чтобы ее читали. Поэтому современные методы оцифровки предоставляют уникальную возможность увидеть редкое издание в том виде, в котором оно сохранилось. Мне кажется, что им будут интересоваться не только ученые, исследователи, но и обычные, не совсем, может быть, сейчас заинтересованные люди. Потому что цель вот этого национального проекта и цель создания портала НЭП «Книжные памятники» как раз привлечь людей, которые как бы не связаны с книжной культурой, к изучению книг, к чтению, к познаванию своего культурного наследия. В отделе ценных и редких книг можно сидеть часами, рассматривать репродукции, пытаться читать рукописные издания. Раньше это было доступно лишь специалистам. Теперь все читатели могут познакомиться с ними в электронном формате. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.ensk49.ru Ваше мы ждем рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok